Привет всем! Это снова я, Танюшка Болтушка. Сегодня я хочу показать вам, что вы можете сделать с фотографиями, если вы их немножко неудачно сняли. Маленькие манипуляции в каких-то пределах. Вы все-таки можете изменить вид фотографии. Иногда это очень хорошо получается, иногда не очень. Это все зависит, конечно, от съемки. Самые простые базовые вещи, это естественно. Вы можете сделать фотографии четче, ярче, контрастнее. И немножечко увеличить количество, или там яркость каждого цвета, или интенсивность цвета. Кажется, так это по-русски называется. Так вот, все это можно сделать или с Пикассо, или еще круче, намного круче. Я вам очень советую это делать с фотошопом. Даже самые начальные версии фотошопа типа седьмого, по-моему, которым уже, наверное, почти никто не пользуется. В этой версии вы сможете сделать все то же самое. Все эти функции есть. Значит, несмотря на то, что у меня английская, англоязычная версия фотошопа, все пункты меню находятся все там же, и называются они практически так же. Итак, для сегодняшнего урока я выбрала фотографию одного из браслетов Тальи. Человека, которого я страшно люблю за его дикий талант. И, в частности, я выбрала одну из фотографий ее работ, которые мне страшно нравятся самой. Вот браслет. Но поскольку в данной фотографии мы видим, что здесь огромное количество площади, скажем так, занято очень близкими друг к другу цветами, то есть все цвета достаточно бледные, все нежно-кремовые, нежно-серенькие, какие-то такие вот белые и так далее, то есть гамма цветов не слишком контрастная. Поэтому для наших целей, для целей рекламы изделия, для целей привлечения внимания к творчеству автора или для привлечения внимания к творчеству вас конкретно подобного рода фотография не пойдет. Что мы можем сделать? Самое базовое. Первое. Прежде всего, мы идем в пункт меню. Вот здесь вот в самом-самом верху в фотошопе есть меню, самое основное. И там есть имидж, adjustments по-английски, то есть это третий пункт меню. Adjustments – это изменения, по-моему. Как-то так, короче, не важно. И изменяем brightness and contrast, то есть яркость и контраст. Нажимаем на 3, 2, 1. Я так их называю, потому что это третий пункт меню. Image, adjustments – это второй пункт, выпадающий под меню. И один – это первая яркость и контраст – это вот здесь. Значит, что мы можем сделать? У нас выскакивает маленькое такое окошечко, видите, вот это вот яркость и контраст. И два маленьких селектора. И вы можете, зацепив этот утюжок, ездить туда-сюда, то есть мы выключаем яркость, у нас становится темным. То есть как будто бы свет действительно выключили потихонечку, потихонечку мы идем вверх, в правую сторону от нуля, там вообще получается, что почти ничего не видно. Значит, вы играете вот с этим. И выбрав, допустим, устраивающую вас, ну, где-то тут яркость, потому что она слишком яркая была, да, вы можете прибавить контраст. Контраст – вы можете вот здесь вот ставить или число, какое вам взбьет в голову, или повозить его утюжком, посмотреть, что именно меняется, потому что у вас кликнуто слово «Превью», то есть просмотр предварительный вот здесь вот кликнут, и вы сразу видите, что происходит. Если вы двигаете этим утюжочком, вы сразу видите, как изменяется изображение. Влево-вправо подвигали, посмотрели, что будет, если убрать контраст и убрать яркость. Непонятно, что получается. Мы убираем яркость. Я вот, например, играла здесь с этим, пробовала с этим изображением, что у меня получится. Я прибавила сильно контраст, чтобы у меня немножечко вылезли вперед. Изображение бросалось в глаза, скажем так, более привлекательным стало. И чуть-чуть убрала яркость, потому что все было слишком белым. Теперь у меня более-менее получилось получше. Нажимаем «Ок», когда мы согласны. Следующее, что мы можем сделать, это мы идем в пункт меню «Фильтр». Это раз, два, три, четыре, пять, шесть, шестой. И «Sharpen» – это сделать почетче, резкость изменить. И нажимаем на «Unsharp Mask», то есть наложить маску. То есть мы сейчас будем пробовать, как именно можно изменить резкость. Можно изменить резкость на указанное количество процентов. Здесь вот «Amount», «Procent» вот тут вот есть. И тут же три линейки и три утюжка, которыми мы можем тоже техникуировать. То есть или в маленьком окошечке «Preview» мы можем смотреть здесь, что будет. Или на самом изделии, на самом изображении можем видеть, как мы будем все это менять. Значит, ну, естественно, попробуем просто резкость. Здесь особо резкость не меняется, потому что изображение было само по себе резкое. Мы чуть-чуть можем только прибавить это. Но для того, чтобы немножечко было это виднее, немножко четче, изменение резкости, мы можем сделать таким акаром. Здесь есть радиус. И вот этот вот радиус в пиксельках, если вы будете... Видите, что получается? Я его веду, веду, веду. У меня, опа, во как я там до 74 пикселей дошла, у меня прямо все черно-белое стало. Значит, короче говоря, вот эти три утюжка, вы можете с ними поиграть, увеличивая радиус, увеличивая, по-моему, какой-то уровень проникновения резкости, по-моему, как-то так это называется. В общем, вот с этими тремя утюжками поиграйте. И вот, мне кажется, ну, где-то так, вот так вот, где-то на 4-5 пикселей можно всегда остановиться. И резкость можно увеличить. Вот так, чтобы она была более видна, чтобы изделие было четко видно, то вот, пожалуйста, можете сделать таким вот образом. Ну, я остановилась на 100%. То есть, я в два раза резкость увеличила. И радиус 4, и 27 уровней. Это уровень проникновения резкости. Кажется, так он называется. Вот. Это все самое базовое, что вы можете сделать.